В Малаховке завершили ремонт подъездов в еще одном многоквартирном доме. Общественная приемка прошла в присутствии сотрудников администрации городского округа Люберцы, представителей управляющей компании, жильцов дома и журналистов. У нас ремонта не было. Я сколько здесь живу? 40 лет. Потом, два года назад была какая-то компания, они все начали тут, все домыли, все подготовили и их выгнали. Все неправильно они делают. Елена Горбунова живет в Сталинки на Быковском шоссе в Малаховке. С ремонтом в доме действительно не складывалось. Два года назад предыдущая управляющая компания вроде как взялась за него, но подошла к делу недобросовестно. Они сначала начали красть стены, а потом берите потолки. Но это же неправильно. Ну вот, и люди жаловались, и цвет такой вот был прям грязно-синий, как тюремный. Люди жаловались и, в общем, их обмирали. И два года ничего не было. Мы писали, что тут невозможно, аллергики живут, все. И вдруг вот мы пришли, и у нас теперь просто рай. Новую управляющую компанию жители выбрали сами, она не подвела. Работы начались с 1 октября. Цвет, который собирались выкрасить стены в подъезде, согласовывали с жильцами дома. Поменяли плафон освещения, частично заменили локальный ремонт окон, произвели, входные группы отремонтировали, покрасили подъезды, повесили таблички, заменили почтовые ящики, раздали ключи жителям, чтобы жителям было приятно и хорошо жить. Всего в Малаховке запланировано привести в порядок 104 подъезда. Уже готовы порядка 30. Завершиться работы должны в ноябре. Поэтому управляющие компании работают в усиленном режиме. Однако сталкиваются с некоторыми трудностями. Тяжелее еще с тем, что управляющая компания выполняет ремонт, где жители хотят. И жители не совсем правильно обращаются с тем, что им делают. Потому что есть ремонты, которые выполнены месяц-два назад управляющей компанией, и ей необходимо опять выходить и исправлять то, что выполнили жители. Администрация городского округа Люберцы просит бережно относиться к отремонтированным подъездам. Например, в этом доме после долгих лет без ремонта жильцы сами следят за сохранностью почтовых ящиков и плафонов и запрещают детям рисовать на стенах. Яна Яковлева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok